Добрый вечер! Добрый-добрый-добрый день! С праздником Светлой Пасхи! Всем православным и всем остальным тоже с хорошим весенним деньком! Всех поздравляю! Сейчас мы будем встречаться с замечательными режиссерами Натальей Меркуловой и Алексеем Чуповым Режиссерами того самого колл-центра, который, я надеюсь, многие из вас видели не так давно на ТНТ и на платформе Премьер Онлайн Будем обсуждать, пишите ваши вопросы, будем обсуждать все, что касается колл-центра Будем говорить и на другие темы, поэтому, может быть, эфир будет такой, знаете, умный, не побоюсь этого слова Потому что у нас с режиссерами очень много чего есть обсудить, и я надеюсь, что вас это тоже коснется и включит в наш разговор Итак, проверяю, есть ли с нами Наташа и Лёша Вот, как всегда, я нажимаю на маски в этот момент Так Так Наталья, Алексей, Наталья Меркулова и Алексей Чупов Привет, Юля, я вам вербочкой немножко помашу Да, привет, привет, я тут, да, пытаюсь как-то правильно настроить А вы специально, чтобы сквозь вас дикий свет был? Пока ты мыла голову, я решила сварить кофе и забыла выключить свет Наташа, простите меня, что я задержалась Замылась Я надеюсь, это нам не помешало Да, забыла Что у неё эфир с режиссёрами Я не забыла ни в коем случае Но меня уже дома все наругались, что я не умею со временем Наругались уже А кто на тебя наругался, Юля, с кем ты заперта, расскажи Да, начинается в другую сторону Перекрёстный допрос, или как? А я заперта Заперта с семьёй Семья у меня несколько увеличилась Так? Да Да, остальные детали я где-то в личном общении расскажу Блин, увеличилась, ничего себе Сказанула и всё, исчезла Так, у меня, подожди, у меня фантику туда Всё, я здесь Так, я не понимаю Как мы тебе больше... Я немножко криво, да? Ты-то нормальная, господи, красивая О боже Всё Ну что, знаете, что я хотела сказать? Я хотела, чтобы мы немножко поумничали Если у вас есть на это силы и настроение Вопросы будут те, конечно, на которые вы отвечали много раз Будут новые вопросы Неожиданные Много новых неожиданных вопросов, да? Да Они будут все вперемешку Я всегда предупреждаю, потому что здесь есть вопросы из серии Как вы познакомились? Сейчас, сейчас Мы подготовились, да? Мы подготовились, но когда ты заговорила Я поставила телефон в стакан, короче И когда ты заговорила А я вас не слышу, потому что вы динамик закрыли Всё с тобой ясно Окей, так будет Всё получилось? Лёша, как там? Слушай, мы не каждый, знаешь, день выходим в прямой эфир В отличие от тебя Ура! Вижу, Наташа такая красивая Выложилась Я в отличие от тебя успела голову-то пораньше помыть Как ты мне и сказала, к искальке Ты знаешь, мы просто, правда, заготовились совсем А Лёша, Лёша, ты причесался? Нет, Лёша не причесывался Я потерял тут расческу Понимаешь? Всё, теперь только пятернёй Как-то вот так, да? Дикая жизнь Дикая жизнь Вопросы будут в перемешку Из серии самого часто, наверное Которую вы слышите Как вы познакомились? О, Господи! Да, такой есть вопрос Но я за это отвечаю в меньшей степени Люди хотят знать, Наташа Люди хотят знать, как это происходит В общем, до вопросов, конечно же, связанных с Кулл-центром С финалом, со вторым сезоном Это оставим на закуску Итак, поехали, дорогие? Давай Погнали Скажите, есть ли режиссёр? Они разные, про профессию Про режиссёр, про актёрство Те, кто хотят связаны быть Да, у людей только один вопрос Второй сезон, когда? Не рассказывайте, не рассказывайте Придержите коней Если режиссёр не может добиться от актёра Того, что ему нужно Кто из них несёт за это ответственность? Кто из них несёт ответственность? Слушай, какой крутой вопрос Мне, кстати, ни разу в жизни не задавали этот вопрос Да, вы то умный какой-то Это на самом деле задал вопрос фотограф Замечательный, очень талантливый Который очень часто связывал с кино И снимал меня ещё с Говорухина на площадке Сразу видно, что человек хлебнул, конечно Горе Горе с актёрами Кто отвечает за то, что у актёра не получилось? Да, актёр или режиссёр? Да, вот если режиссёр чего-то добивается от актёра И это не выходит С одной стороны, это получается не тот ключик В механизм выставляет А с другой стороны, у актёра, может быть, не включаются Режиссёр вставляет ключик, а там и нет ничего То есть кто за это несёт ответственность? Вы как думаете, зависит от ситуации? Зависит, конечно, тут, знаешь, как в паре Всегда в разводе виноваты два человека Вот И в этой же ситуации, мне кажется, ровно то же самое Дело и в актёре, и в режиссёре Если Ну вот тут нельзя говорить сам дурак, понимаешь? Тут что-то не сошлось с обеих сторон С обеих сторон Да, если это стороны, то это они Вот, поэтому что тут делаешь? Можно Можно Ну, ты же помнишь, как мы снимали колл-центр Да И ты прекрасно помнишь, что тоже не всегда все задачи, например, ты понимала, а я могла объяснить Нет, вообще не всегда И, знаешь, у меня Нет, не то чтобы, типа, вообще не Нет Нет, я про то, что я прям помню Знаешь, с одной стороны, мне кажется, что это трудности перевода Ну, с одного языка, да, потому что вещи такие тонкие, они про состояние, про самочувствие Лёша, мы стремительно теряем аудиторию Лёша, в тебе проснулся пиарщик Здесь тонкие разговоры про искусство Я на это и рассчитывала Я вам скажу, я не могу поговорить Не подготовились, не причитали Эйзенштейна, не причитали Мир Хойта, понимаешь, что такие вопросы? Я такие подготовила вопросы, вы себе не представляете, мне просто не с кем это обсудить, мне нужны были вы Могла бы просто позвонить по ватсапу Если у актёра с режиссёром не получилось, и у режиссёра не получилось от актёра добиться чего надо, то, возможно, ошибка была совершена еще на стадии кастинга Есть такое понятие, как мисс каст Ну, то есть, вот, например, бывают разные ситуации Бывают актёры, которые могут принести решающий этюд, то есть показать реальность свою придумку уже практически на репетиции на съёмочной площадке Но это, таких актёров очень немного, чтобы можно было довериться, да? Что вот он тебе на репетициях не показывает, не показывает, а потом раз, на съёмки пришёл, я придумал вот так вот У нас был такой прецедент У нас был такой прецедент Анна Нахалкова, фильм про любовь только для взрослых На репетиции Это только один человек вот так Один раз такое случилось Ну, вот пример Ну, мы с Аней работали один раз пока только Она должна была в решающий момент, там, вот, в новелле, где она играет учительницу, которая пошла в гости к свингерам вместе со своим Ну, новелла свингеров про любовь Вот, там, один из свингеров был, кстати, Яглыч, да? Твой партнер Она там залезает на стол и начинает Декламировать стихотворение Декламировать Горького в «Песне о буревести» Вот, и при этом хлыстом всех вокруг хлыстать Потому что там много садамазов Всяких гаджетов в этом доме Ну, это и был садамазок Вот, и Именно этот самый, как бы, момент Когда она читает стихотворение и хлещет себя хлыстом Она на репетициях не показывала И мы не понимали, как она будет это делать А это главный аттракцион Это так называемый Да Как называется, главный эпизод Ну, это обязательная сцена Обязательная сцена, да Которая разворачивает всю историю Ну, катарсис, я бы сказала И мы нервничали Катарсис позже Катарсис должен перед финалом произойти А это главная сцена Обязательная сцена Та, которая запоминает этот фильм Да И мы нервничали Не знали, чего, как бы, будет И Аня пришла и на репетиции Показала, как она это дома Над этим работала, придумала И оставалось только внести Какие-то небольшие там коррективы Оказалось, что все Она хорошо придумала Все она интересно придумала Все остальные Они не придумывают А вместе с вами Онлайн в процессе репетиции Которые вы делаете, да Перед съемками Все вот так рождается У вас на виду Юля, ты же понимаешь Что работа с актером Это, ну, там Хрен вообще разберешься Кому Ну, серьезно Кому что нужно Кому нужно Кому нужно Сказать просто В этот момент Представь себе Что капля росы Падает на зеленый листочек Да И он такой Все понял Больше ничего не говорит И идет в кадр Да А кому-то надо Какие-то, знаешь На кого-то надо наорать Он говорит Спасибо Спасибо, Господи Что ты на меня наорала Я пошел, да В кадр Да Я помню Павла Табакова У него был Переломный момент Он именно Второй категории Наши любимые отношения С Пашей Да Взаимные Причем взаимные Понимаешь И кому-то нужно Просто Просто его Гладить Все время Гладить Мурлыкать Что-то на ушко И человек говорит Вот я только в этом состоянии могу Да А кто-то На Еще там В гримерке Просто Из актеров Может просто Отъесть всем руки Вокруг Да И только так Выйти в кадр Да Это такая вещь Вы все такие разные К вам Ко всем нужен такой подход Потому что Ну вы же не клонированные люди Да Вы все люди Поэтому Скажи А вот с каждой новой работой Ты Вы Наращиваете Свой подход В работе С материалом С артистами Или вы Рабатываете Один Просто его Как сказать Идеальным уже делаете Как вы работаете С артистами Или это все время Новое Все время Изобретение велосипедов Во-первых Все-таки Нам так везет Что С каждым Следующим проектом Актеры все лучше Да Мы получаем Возможность Работать Со все более И более Лучшими актерами То есть Но Нам Больше доверяют Какие-то известные Хорошие актеры Нам доверяют Уже Потому что Видели Что раньше Как бы Было снято Предыдущие Какие-то работы Ну ладно Этим мы можем довериться Типа И поэтому Ну Меньше проблем Во многом Вот Но С каждым Просто Мы все время понимаем Что Одна из самых важных Один из самых важных этапов Когда фильм делается Это Кастинг Вот там Нельзя Ошибиться Просто Нельзя ошибиться Потому что Потом Это будет Катастрофа Ну да Катастрофа Я вам скажу Что Тот кастинг Который делали вы Вот насколько я помню Как он проходил у меня В пробах В пробах С мальчиками Конечно же С персонажем Там Кирилла и Дениса Да И это Не Как сказать Это не так Я не поняла Как вы работали Потому что Это было До сих пор Юрка Снилась Серию Так я не поняла Нет Это не было Понимаешь Я не видела Что вы Прям вымучиваете Потому что Некоторое время назад Около полугода назад Я была на кастинге Наверное Один из последних Каких-то разов Когда я Вот еще знаешь У меня потом премьеры пошли И я вот помню Что Я приходила У меня было По четыре часа Значит Пробы В которых Мы вымучивали И каждое слово И ты знаешь От меня Жизни не осталось Никакой Но при этом Я не помню Чтобы у нас Был Вот какой-то Вот такой Знаешь Вымучивающий кастинг Я помню Что-то достаточно Было Ну Несколько дублей И уже Как бы Что-то Как-то происходило И я на самом деле Как актриса Всегда на это Сама Покупаюсь Если Ой Вы слышите меня Или вы Да Наташа Нет Все нормально В общем Что Я По секрету Вам скажу Я такая Наглая Артистка Которая Тоже Выбирает Режиссеров Ну То есть Мне иногда Кажется Что-то Не всегда Они меня Выбирают А еще Я имею Такую Такую Возможность Так вот Вот в процессе Кастинга От которого Я знаю Что есть артисты Которые хотят Избежать Проб Да И вот этого Прохождения Этих этапов Я не отказываюсь Потому что Мне очень важно Самой Не подписаться На какой-то Большой проект Когда у меня Понятно На какого Режиссера Кем вообще Кем мы женимся В конце концов А И я почувствовала Что на наших пробах Когда я была С Ну вот С Кириллом Пробовала С Денисом Что Если с каждым Дублем Который вы меня Просите Да Ну вот Мы делаем Каждую пробу Если я вас Слышу И Раскрываюсь Ну то есть Я готова Как бы Вот Открываться Значит Мы друг к другу Подходим А если Вот бывает Такое Вот это даже Сложно Уловимая вещь Что с каждой Пробой Вот режиссер Что-то спрашивает А у тебя Все Зажимается И как будто Меньше творчества Остается Я из этого Тоже Выбираю Своих Своих И в общем У нас Я думаю Софтал Скажите Следующий вопрос Как вам удалось Так Красиво Так Чувственно Передать Прошлую жизнь Персонажей Колл-центр То есть Я так думаю Что вопрос Про тебя Ну и про меня тоже Еще про Многих-многих Наших персонажей Кто из вас Рождает Проживание Вот этой Прошлой жизни Которая За стенами Колл-центра Приходит Одному в голову Или один Занимается Своим Любимчиком Другая Другим Любимчиком Или вы Накидываете В общую Корзину А давай Она будет Улиткой Ну как Это происходит Слушай Да Мы уже Наверное 150 тысяч Раз отвечали На этот вопрос И поэтому У нас уже Готовый ответ У нас основной Автор Сценария Сидит перед вами Вот этот мужчина В белой майке Он У нас Такой Знаешь Ну Главный писатель Вот Поэтому Вот эти все Схемы Сложные По вашей Проживанческой Жизни Психологической Запутанные Это берет На себя Леша Я уже Влезаю В сценарий Когда есть Первый драфт И мы Там уже Начинаем Усугублять Ситуацию Вот Расскажи Леша Что Ты как писатель Знаний Про женскую Долю Например Я Честно 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 Вообще Вообще Не знаю Обычно Придумывается Какой-нибудь сюжет Типа там Женщина-улитка Допустим Мне приходит в голову Сюжет Я его рассказываю Наташе Там Напишу Как бы там Описываю Что там происходит Наташа смотрит И говорит А где психология Вот Где Что это все за Голая какая-то Голый сюжет Голая какая-то Голый пистолет Где отношения Между людьми Где это все Вот Я больше всего Не люблю писать психологию И дальше Правда Я ее Мне нравятся Яркие образы Да А психология Вот эти вот Нет Я сам люблю Смотреть истории Мне в принципе Эта вся психология Ну Всегда до балды Была Как для зрителя Я могу смотреть Какой-нибудь фильм Где все Да ты сам любишь Рыдать на фильмах А это и есть психология Это когда специально Наезд на глаза Закат Леша уже сразу Размюнился Я говорю Вот нам тоже Это нужно Подожди Наташа Что когда психология Отличается от манипуляции Ну вот когда ты знаешь Что ты покажешь Ребенка С полными глазками слез Тут значит 90% зрителей Расплачивается Слушай, кино есть манипуляция Кино это провокация Манипуляция Все что с этим связано Всегда ли Или Ну то есть это в первую очередь Или так скажем Что иногда Эти средства Используются В рассказе Нет Слушай Ты пишешь историю И ты же Должна понимать Должен понимать Ты что от этой истории хочешь Чтобы что Вот ты ее показываешь Для чего И тогда ты туда все это Вносишь Для чего Чтобы что Потому что есть такой Значит Заумный вопрос Такой Что же Вот допустим Lost Ну если вспомнить Да Что чуть-чуть У нас есть какая-то Такая схема Похожая Перекличка Что в одной Какой-то Сложной ситуации Оказалась группа людей И про каждого Вскрывается бэкграунд Что было в жизни Травматичного Этого человека Именно Травматичного То есть в Lost Было такое ощущение Что они все там За что-то Ну то есть Есть какое-то возмездие Есть какое-то За свои Какие-то поступки Ты получишь Вот здесь Мне кажется Что не совсем Такой месседж Или я не права Полоценки Да Что здесь такого нет Что Я прости Договорюсь Что мне Как в Рикину Показалось Что Те Ну вот Люди находятся В каком-то страшном Тяжелом Испытании Вот они встретились С этой ситуацией Мама-папа Бомба Заперты Какие-то Проходят ужасы И вдруг Мы видим Их Жизнь до этого И понимаем Что ужасы За стенами Колл-центра Они могут быть Сильнее Чем то Что они Здесь Испытывают То есть Это такая Как бы Уравновешивание Сил зла Которые есть Исходят Там от одного Человека Вот Юлька Умная актриса Все интерпретирует Анализирует Результат Выдает Вообще Конечно Скажите Может я что-то Недопоняла Еще Расскажите Мне Так ли Ну Коротко Скажи Про эти Слушай Я хочу сказать Вот что У нас есть Папа и мама Мама и папа У нас есть Некая Такая Тоталитарная Мать В результате Которая Там Играет Виктория Толстоганова И Вы дети Да Некая Некая Условная Семья Которая Возникает Во время Нашего Сериала Все Флэшбэки Которые Есть У главных Героев Они Так или Иначе Связаны С семьями Они Либо Чьи-то Дети Либо Имеющие Дети Люди Которые Непосредственно Сталкиваются С такой Дисфункцией Семейной И Наша Такая Тоталитарная Мать В общем-то Их Каким-то Образом Пытается Воспитать Потому что Они На ее Взгляд Невоспитанные Дети Жестко Членов Вредительством И так далее Нам казалось Что это такая история Она Перекликается С С Семьей Советской Потому что Мы все Имеем Бэкграунд Советской Жизни Да Я не знаю Ты это еще Наверное Советский Союз Не помнишь Нет Я не Чтобы не Помню Я еще Не родилась Ну не Помнишь Ты же Можешь Как бы Не обязательно Родиться В Советском Вспитываю Вспитываю Но что-то Твои родители Тебя воспитали Юлечка Как бы ты этого не хотела Как советские родители Наташа Я что-то Да Я когда представляю себе Воспитание В советское время Мне почему-то Становится страшно Я не знаю Почему Мало чем отличилось Так или иначе Мы несем на себе Вот этот Некий опыт Прошлого Да И Его-то мы и хотели Изучить И посмотреть И Что это за Такая дисфункция Семейная Что это за Травматичные Отношения И токсичные В основном И вот На примере Такой Тоталитарной Матери Мы это Все и Представили Оказалось Это Довольно-таки Остроумно Да Довольно-таки Остроумно Есть еще Один смысл В том Что История Во флешбек Вовсе Не намекают На то Что эти люди Здесь За что-то Какие-то Грехи Оказались В этом Колл-центре Я думаю Что смысл Немножко В другом Смысл Этих Флешбек Заключается В том Что Они сидят В колл-центре А мы видим Что возможно Мир За пределами Колл-центра Не менее страшен Чем сам колл-центр В котором Они сидят Да Юля Ты абсолютно права Ты абсолютно права Что это Уравновешивание Двух Зол Вопрос в том Что мы не хотели Делать Десять негритят Из серии Потом выяснится За что Они здесь Все А я так люблю Ой Нет Есть Масса поклонников Жанра камерного Детектива Агата Кристи Я к ним Не верю Несмотря на то Что когда-то Я был сценаристом Сериала След Тут Как бы Эксперимент Заключается в том Что Вроде как Люди смотрят Эти флешбеки Думают Ну а как это Связано Из-за этого Что ли Вот А потом Все равно Дальше смотрят Вот То есть Фишка в том Что на самом деле Есть вещи Которые Они Зрители Не считывают То что Флешбеки Они эмоционально Синхронизированы С тем Что происходит В целом центре Это происходит На уровне эмоций На уровне эмоционального восприятия Слушай Ну это красивая матрешка Леш Вот это манипуляция Ну да Ну еще Нет ничего страшнее Знаешь Чем попасть В руки К сумасшедшему Поэтому Например Когда мы смотрим Сплит Да Где Там По реальным событиям Где Маньяк имел 24 личности И вот Почему он Мучил Девушек Которых Он Отлавливал И сажал Да По какой Такой причине За что Они виноваты За Почему Они Переживают Весь Этот ужас И кошмар Ну просто Потому что Они попали В руки Вот К маньяку Да Или Джокер Джокер Вот тебе Классический Пример Нам показывают Историю Человека Травмированного Кстати В семье Тоже И мам Да Довольно Серьезно Сломанного Переломанного Который Нам показывают Антологию Психического Заболевания Мы наблюдаем Как человек Сходит с ума Сходит с ума В агрессивной Агрессивной форме Да И в конце Всех херачит Вот И это Или психо Отпишут у нас Комментарии Или психо Например Тоже Как бы В фокусе Внимание А там Главная героиня Мы за ней Наблюдаем Блин Всю дорогу И потом Хичкок берет ее И убивает Что И ты думаешь Что Да мы в нее Уже влюбились Все Какого черта Он ее убил Она так красиво Мылась Да Слушайте Ну надо сказать Что вы так жестоко Не сделали Я конечно Ждала Ну то есть Вы не сделали Вы сделали Это все-таки логично А не вот так Ты знаешь Когда в первых сериях Ты долго следишь В первой серии За там девушкой И уже влюбляешься В этого персонажа Или за молодым человеком И вдруг Его хлоп И Не все время Знаешь Как будто Мы понимали Что мы делаем Телевизионную историю Что это сериал И Мы сами Как зрители Такой Жесткий обман Не очень любим Наташа Я очень хочу Рассказать Просто не могу Я вчера Посмотрела Платформу Вы смотрели Платформу? Сейчас вышел Это фильм Час тридцать Идет на Нетфликсе И там такая Утопическая История Какая Это интересная Интересная Штука Хорошо Спасибо Спасибо за подгон Давай Можно я расскажу Быстренько Вкратце Ты сейчас Наспойлеришь Все что ли? Нет-нет А там невозможно Наспойлерить Потому что Месседжи Они настолько Плетены В диалоге И Там Суть Места действия Происходит В яме Это почему-то У меня чем-то Вот с нашим Коул-центром Как бы Вот именно Замкнутость Пространства И того, что там Происходят испытания Какие-то Тяжелые Ну да И герметичное Пространство Всегда в общем Так или иначе Похоже И там яма И уровни Этажи Вниз Едет туннель И на этаже Только два человека И посередине Огромная сквозная Дыра Которую На каждом уровне На минуту Или там На какое-то Небольшое время Останавливается Спускается Сверху стол С едой И останавливается На уровне Перед этими Двумя Заключенными Да Но Каждый Нижний уровень Доедает Только то Что не доели Сверху Соответственно Первые Едят Только Там просто Там кухня Высокая Им все делают Там Мишлен на Мишлене Просто Но Спускаясь вниз К сорок восьмому Уже едят Объедки Так К сотому Голодают Кости К двухсотому Есть вообще Нечего Остается Только Там Разбитая Посуда И они уже Начинают Нападать Друг на друга А их там Бесконечное Количество Потому что Это утопия И это Утопия Ты знаешь И я просто Я просто поняла Что Еще кстати Вот про утопию Мне хотелось С вами поделиться Что Смотреть про это Находиться Вот в процессе Изучения Утопии По-моему Это очень круто Там столько Вплетено Ты такой Как бы Переживаешь Опыт Но Когда ты Смотришь Фильм И понимаешь Что ты смотришь Как конечное Существо Конечный Продукт Да И когда Получается Финал Тоже Утопический Я Не получается Удовлетворение Понимаешь Я Я прожила Полтора Часа И я не поняла Что Грубо говоря Вот если бы Колл-центр Был утопией То мама И папа Оказались бы Какими-то Сущностями Понимаешь Сном собаки Да Сном собаки А тут Это все-таки Человек Со своей Ну как бы Обличен Да Это было важно Для нас Не столкнуть Зрителя С таким Разочарованием Хотя и этим Финалом Многие были Разочарованы Но мы считаем Что Нет Окей Ребята Подождите Мы дали Вам ответ Вы все очень Хотели узнать Все-таки Мама и папа Вы получили Этот ответ А дальше Извините Мы тоже хотим Получить Свой кайф От финала Я не читал Ни одного Разочарованного Отзыва От женщины По развязке Ни одного От мужиков Полно было Это женский финал Тоже Так все-таки Финал получился Но я Я всегда Я всегда считаю Что Там Как говорил знаменитый Этот режиссер Йоса Стеллинг Кино Это такая штука Которую снимают Мужчины для женщин Старые Мезогинные времена Вот Так еще можно было Говорить Я все равно Я все равно Я считаю У меня есть такой Девушка Понравится девушкам Понравится всем Вот видишь Нам пишет Финал Получился Очень крутой Это пишет Девочка Марита Да Марита Слушайте Ну вот Все ваши вопросы Про то Когда будет Второй сезон Значит Я всегда говорю Пожалуйста Пишите Ваши предложения Пишите Кто вам понравился Из Актеров Персонажей Кого вы хотели Еще увидеть Из первого сезона Какие Может быть У вас вообще Возникнут Какие-то суперидеи Вот там видите Под Юлей написано n.merkulov Вот пожалуйста Шлите туда Это мой инстаграм Наталья Наталья Меркулова Вот так И Алик Здесь Меркулова Это она Да Шлите туда Я с удовольствием Прочитаю Я реально читаю Все предложения Мне кстати Много уже Присылали предложения И между прочим Парочка Прям отличных Пришла Предложений О То есть Можно стать Десаторами Коул-центра Скажите У меня к вам вопрос Наташа У тебя есть Журналистское образование Правильно? Да И у Леш тоже У Леша У тебя журналистское А с пиаром Ты не был связан? Был У него и пиар И журналист У меня журналистское образование А в пиаре я просто работал Много лет Был То есть у тебя опыт Мне кажется просто Когда Видишь финал Первого сезона То есть Такое ощущение Что люди Которые написали Первый сезон Очень хорошо знают Вопросы маркетинга И пиара Потому что Закинуть Такую удочку Ты знаешь Что я это в тот момент Не понимала Ну вот серьезно Ну вот я как бы Ну остался и остался Я не Представляете Я не догадалась Что посадив Павлика Перед телевизором Ну никто не поймет А кто поймет Кто видел Тот поймет Что можно сделать Такой ход И Дать людям Надежду На второй сезон Вы это делали Специально Вы как бы Рассчитывали Что так оно и выйдет Что Вот это Лассо Будет Затягиваться А ты когда смотрела Тебе не показалось Что это Ну какой-то крючок Я показала Что финал И финал Вот такой Нет Мне показалось Что дальше Завтра уже будет серия Понимаешь Но только я удивилась Почему я не помню Чтобы мы этого снимали На твой вопрос Есть очень короткий ответ Да Что касается Ну ты вот видишь Ты говоришь Что это маркетинг Маркетинг За этим стоит А огромное количество Людей в интернете Пишут Что Это развязка Авторов в дурку Они не видят Никакого маркетинга А видят Больной мозг Больной мозг Авторов Это очень смешно Слушай Ну Зрители Как сказал Кончаловский Он сказал Слушайте Ну с кем мне уже Вести диалог Мне так Ну Моего зрителя Осталось так мало Махат Маганди умер Мне так мало Уже зрителя С которым поговорить Понимаешь Поэтому Конечно Замечательно Что у колл-центра Есть свой зритель И мне кажется С этими людьми Которые Смотрят И понимают И открыто Для такого эксперимента Мне очень понравилось Что Леша Называет Эту работу Такой экспериментальной И нетипичной Для нашего кино И даже для ТНТ Проект Такой как бы Ну я называю экспериментальный Мне хочется верить Что это так Для ТНТ Это супер нетипично Ты знаешь Когда нам объявили Что сериал выйдет на ТНТ Я аж икнула Потому что ДНК канала Не совпадает ДНК сериала Ну На сто процентов И я думала Как же это все поженится И вообще Как зрители ТНТ Главное Воспримут Этот материал И удивительно Насколько Им зашло Потому что Мы же читали паблик Ты помнишь Вконтакте Да И Сначала Была реакция На первые серии Это ТНТ Что Что происходит А потом Люди втянулись И они обсуждали Исключительно сериал И И это было круто Ну Скажите Да Можно я скажу Слоганом Канала У них слоган Все кроме Обычного Это собственно То что Они как продюсеры Ждут От статистов Режиссеров Которые Снимают Для них Кино Которое Необычным Проектом Да Но мы шокировали Зрители ТНТ Что и приятно Скажи Есть ли Схожесть Мамы Папы С вами Планировали ли вы Это как прототип Нет Нет А что мы Похожи Юля Ты-то можешь Ответить На этот вопрос Мне кажется Очень Я шучу Я имела в виду Как вы любите Своих Своих Как бы Детей Свою семью До смерти Слушай Нет Ну я правда Думала Что в этом Есть как бы Ну Клевая такая Ассоциация Все равно Вас двое На площадке Двуглавый Режиссер Это странный Опыт В моей жизни Необычный Потому что У меня Присутствует Ну как бы Когда Съемки происходят У меня есть партнер Это особая любовь У меня Должен быть Вот контакт Какой-то Прям очень важный С режиссером И третье Новое В моей жизни Это вот Контакт с оператором Да Как-то Как-то хорошо Да Войти в кадр У тебя случился По-моему Контакт По всем направлениям На колл-центре Да Но Режиссер-то был Не один А было два И конечно Когда Вот ты знаешь Я этого не делала Я сейчас думаю Что на самом деле Это будет Было бы интересно Иметь в виду Что к маме И к папе Которые все равно По-разному Вели диалог Это сейчас мне только пришло Что на самом деле Что на самом деле Могло быть Несколько разное Отношение Ну понимаешь Ну вот допустим Вот как придумка Просто Что Сделайте это Там прыгните Говорит папа В огонь А мама говорит Нет Подожди Пусть они не прыгнут Пусть они отрежут Пальчик друг другу И кому-то Ну как бы Все равно отношение К папе и маме Оно разное Вот я сейчас подумала Надо было бы Это учесть Вот что Потому что у меня То к вам Было разное отношение У меня с вами Был разный диалог Несмотря на то Что вы делали Одно дело И казалось Что вы как бы Одно Режиссерское существо Но при этом Отношения разные Да Мы за этим следили Потому что Ну так уже Опыт подсказывает Что на площадке Иметь два Категорически разных Мнения Не нужно Это просто Очень тормозит Процесс И поэтому Все эти Споры Мы выносим Обычно За пределы площадки Решаемых В момент подготовки Репетит У вас есть споры У вас есть споры Вот это Для меня И поэтому На площадке Нам некогда Спорить Останавливать Процесс Выяснять отношения И как бы Несколько раз было Да И мы поняли Просто что это Непродуктивно И это очень Как это Раскачивает Команду Мы поняли Что это продуктивно Раскачивает команду И все равно Это еще несколько раз Происходило Потом Но Мы все равно Стараемся Этого избежать Леша Ты просто Прекрасный Я Слушай Я вот хотел Юль тебе вот такой вопрос Задать Встречным Но Мы очень высоко Мы очень высокое мнение О твоем интеллектуальном уровне Ты очень умная Женщина Я вот сейчас смотрю Просто в Комментариях У тебя там реально Пишут комментарии Люди На тайском Ты знаешь тайский? Слушай Нет Там прям тайцы Тайцы Да Мне кажется Что это тайцы Еще Иран Ближний Восток Еще Мне кажется Там Я бы не удивился Если бы узнал Что ты знаешь тайский А это один из самых Сложных языков Серьезно Ты знаешь Лешка Большому сожалению Я не знаю тайский У меня нет У меня аналитический Склад ума Математический И поэтому языки Мне даются Очень тяжело Но Ты что не помнишь Я ни у кого не видел Тайцев В Комментариях Победительницей Математических Олимпиад Юля Победительницей Математических Олимпиад Это я знаю Это известно Это мы сразу Приходим И всем Те кто не знает Кто здесь подписан На Юлю Смотрит Те кто не знает Потому что Мы можем сказать Что Юля Одна из самых Интеллектуальных Российских Актрис Причем У нее математика И биология Да Правильно Она на съемках сказала А Это Мы говорили Про каких-то моллюсков А Юля говорит А Ну так они же Анаэробные Окей Окей Так Девятый класс Слушайте Я вам забыла Сказать очень важную вещь Про вот эту платформу Леша Ты знаешь Что они сперли у нас? Что? Образ Улитки Да ладно? Роль Улитки Сперли Из колл-центра Я еще такая Знаешь Смотрю Думаю Может быть Это раньше нас было Может быть Ты увидел Вдохновился И мне говорят Нет Это вот Вот только что Вышел этот фильм Вот только что Он разрывает Нетфликс И там В общем Большую роль Играет улитка Как образ То есть там нет Конечно Огромной Там нашей Фантастической улитки Но фокус внимания Именно вот на это животное Как метафора Там Он очень большой И я подумала Что нифига себе То ли мы уже Я думаю Что объясняет Гораздо проще И мы И авторы Платформы Просто Украли образ Улитки У улитки Я думаю Что это объясняется Вот этим Вот Это же просто Какая стременность Скажите Вы уже В прошлый раз Когда мы встречались Рассказывали мне Вкратце Можете сказать Как пришла И развивали бы Эту идею Создания Колл-центра Леша В прошлый раз Очень емко Сказал Несколько лет назад Поскольку это длинная история Надо рассказать очень быстро В 2013 году То есть 7 лет назад После того Как Наш дебютный фильм «Итимные места» Имел большой успех На кинотауре К нам Обратился Рекламный продюсер Игорь Ганжа Который сказал «О, вы вот модный режиссер Давайте вы сейчас Допишите И снимите Мне Мини Интернет-сериал С маленькими Короткими сериями Где будет Да Где будет Продукт-плейсмент Оборудование Для колл-центра У меня есть клиенты Они выпускают Оборудование для колл-центра Любимый сериал И я хочу им продать Вот такой вот Рекламный формат Чтобы А тогда было очень модно Интернет-сериалы Только начали снимать И они входили В моду Вот Но это должна быть Комедия С сутком Все должно быть Очень смешно Все сидят в колл-центре Хи-хи-ха-ха Все дешево За три копейки И так далее И в одном месте Все А мы Нам так не хотелось Снимать комедию Наташа сказала Я комедию снимаю Не буду У меня нет Настроение Я ничего в ней не понимаю И тогда Пришло в голову Мы предложили Давайте это будет Триллер Тоже Коротенькие серии Но триллер Про заложников Вот И сразу Тогда пришла в голову Идея Вот первая сцена Которая была придумана Это Как Кирилл глотает ключ Угу Вот И что управляет Им по телефону Что им управляют А у меня вопрос Он у него в животике Прошло восемь часов Есть просто такой вопрос Он наблюдает Ну что если он Не хотел какать То он у него И остался в животике А он вообще Не застрянет Он не может Его Ну как бы Повредить Не переживай Он потом Пройдет Ты как человек Который Сдавал олимпиады По биологии У меня не было Такого сумасшедшего вопроса Что Наш кишечник Очень эластичный Он растягивается Там можно Что угодно Проглотить Да Ну все Ну хорошо Ну слава богу А то я подумала Играть второй сезон Без Паши Табакова Пока летел В бассейне От ключа Там Подавился У меня вопрос Видите ли вы В актерское И театральное Образование Или можно Без этого Слушай Большие вещи Большие монологи Большие драматические роли Конечно Понятно Что должен Ученый Человек Произносить То есть все-таки Есть это Как бы Как наука Да Если ты делаешь И снимаешь Док И у тебя нужен Такой типаж Типаж Да То вполне Классно работать С людьми Которые ничего Не знают Про актерское мастерство Они живут И существуют В своем режиме А ты умеешь То и то Вы умеете И то и то Ну конечно Это прикольно Перескакивать Вообще С одного на другое Ну вот с вами Например Работал Егор Шереметьев Который играл Виталика Он без актерского Образования Классического Но мы же не можем Назвать его Не актером Правда Он Это человек Родился актером Он артистичный Пластичный Понимающий Как встроиться Вашу крутую Актерскую Команду Вы все были Из разных киношкол Кстати Актерских школ И это тоже Нюанс Потому что Надо было Всех-всех Сводить Чтобы вы Все играли В одной тональности Это тоже важно Да Это я помню Скажи мне Как Вот у нас был Такой вопрос Есть ли шанс Попасть Как актер Попробоваться В полцентр Как вы набирали Актеров Ну то есть Не вопрос Наверное Только про кастинги А про то Как можно попасть В эту базу Или Может быть Человек обладает Вот какими-то Способностями Ему хочется Познакомиться Проявиться Как это нужно делать Ну вот прийти Написать Обычно Как это происходит Есть конечно Кастинг-директора Которые Нанимаются На проект И они Делают Свои предложения По кандидатам На каждую Израиль Такие прям Выборки большие Вот Плюс Мы сами Постоянно Роем Что-то Например Ну во-первых Мы постоянно Роем на сайте Кино-театр.ру Там есть Актерская база Огромная Где можно искать По возрасту То есть Ты набираешь Год Рождения И тебе выдают Сразу всех Актеров Мужчин И всех актеров Женщин С набором Фотографии И профайлами Подожди, Леш Но есть же часто Такая штука Что если ты родился В Не знаю В 85-м году А выглядишь на 15 До сих пор А ты ищешь Именно там 35-летнего Человека Она Ну как бы Оно же не всегда Поэтому мы ее Всю шерстим Всю эту базу Шерстим И себе Выписываем Сразу пока шерстим Каких-то актеров С интересными лицами Вы лица Именно смотрите Лица смотрим Лица смотрим Где-то Неожиданно Ты вспоминаешь Актера Которого когда-то видел И вдруг забыл о нем Но там очень мало Именно молодых Ребят В этой базе Студентов Потому что студентам Не разрешают сниматься Многим Пока они в театральном Учатся И поэтому их нет В этой базе А студенты Походим смотреть Студенческие спектакли Каждый год Отлавливаем И смотрим Там какие-то Новые лица Ну естественно Не на все Все-все Студенческие спектакли Которые мы ходим А на те курсы Тем мастерам Которым мы знаем Которым мы доверяем Что они Не наберут плохое Нам присоединилась Вон целая Нигина Нигина Господи И хвалит Твою щетину А скажите Вот допустим Егор Вы нашли Вы же Вам как-то по кастинг Кастинг директор Вам помог найти Это был кастинг ТНТ У них своя база Очень большая В основном Конечно комедийная За много лет Сложившаяся Огромная база Прямо сразу С видеопробами Потому что ТНТ проводит Огромные кастинги В регионах В том числе На свои проекты Вот И у них Очень хорошая Очень крутая база Это кстати К вопросу о том Что если даже Вы не прошли В проект И не получили роль Мы все равно Вас увидим Понимаете Ходить на кастинги Полезно в этом смысле Потому что Мы садимся И отсматриваем Ну порядка Там Тысячи актеров Понимаете Перед нами Проходят И мы сразу Смотрим Что там Особенно фотографии смотреть Думаю Что-то посмотрели У нас У нас есть возможность Сразу увидеть Видео Сцены Пробы Которые Вы сделали Вообще На другие проекты Мы имеем Возможность Это увидеть И сразу Посмотреть Оцените актера Так вот Хотел я Так мы Недорассказали По поводу того Откуда взялся Дальше Школа Центр Когда мы предложили Этот интернет сериал В виде триллера То заказчики Его не утвердили И вы знаете Это не состоялось И он так и валялся Вот эта семилетняя Давность идея И он наслежал А нам очень нравился И мы в конце концов Четыре года назад Принесли Эту идею Вот Продюсерам На ТНТ еще Валерий Федорович Евгений Никишов Мы думали Что из этого Фильм сделать Они сказали Нет Делайте сериал И Мы говорим А как же На восемь серий Сериал по 47 минут Что они там будут делать В этом колл-центре Восемь серий По 47 минут Они говорят Ну посмотрите Лост Может это вам Как-то Поможет Вдохновит И поможет И мы Сели Посмотрели Весь сериал Лост И это нас вдохновило Мы поняли Как классно Можно использовать Эту схему С флэшбэками И вот Там был вопрос Проскать его Что не смущает Ли вас Не обижает Когда ваш сериал Сравнивают С сериалом Это для нас Большая честь Большая честь Когда нас Сравнивают С какими-то Великими И грандиозными Произведениями Коим сериал Лост Безусловно является Конечно Слушайте Я еще подумала Здесь был такой вопрос Я его не взяла Но сейчас он всплыл То что Восемь серий Именно восемь Это формат канала Который уже Как заказчики говорят Это будет восемь серий И вы изначально планировали Что каждая серия Будет под одного Персонажа То есть Сколько-то персонажей Не будут иметь Такую развернутую историю Как История Улитки есть А история Виталика Нет Или история Яны За историю Виталика Нас просто За историю За историю Виталика Нас просто Знаешь Отхлопали По всем местам Апологеты Родившегося в интернете Движения Я Мы Виталик Виталик Они нас и так Получат И так За это Уже давно Что истории нет И вообще С Виталиком Вы так поскопили И вообще Вы сволочи И так далее Требуем Но я вам скажу Есть еще у меня вопрос Провокационный Когда Давид и Джема Будут вместе Случится ли это Во втором сезоне А если что Это видимо Кто-то Подождите У Давида же есть семья Что случилось Кто решил их свести Я думаю Что это кто-то Сейчас по горячим следам Смотрел Зулейху Зулейху Откроет глаза Ты захотел Слушать Чтобы Дайд С Джемой Как с Сашей У меня есть Конечно вопрос На который Вы наверное Сделаете ссылку Что это все Будет Известно Во втором сезоне Но тем не менее Как же удалось Так быстро Спастись Павлику Как он выжил Очень много Восклицательных знаков Что-то давно Я не могу справляться С этим количеством Вопросов Которые Как он Зараза Доехал Так быстро Ведь Давид гнал Мы все видели Как он гонит И он оставался там Последний Потом взрыв Куда он делся Как Что за телепорт Мы обещаем Мы обещаем Всем Что мы Выясним Это у Павлика Есть Потому что Когда я спрашивала Об этом Аскара Исполнителя Роли Павлика Он сказал Все к создателям Все к создателям Поэтому И есть также Вопрос Очень Мы не вас Как Мы не вас Скажем Спросим Мы у Павлика Мы у Павлика Да А есть еще Очень важный вопрос Такой же Примерно Такого же Содержания Что те люди Которые Сидели Играли В нарды Когда Джем Лезла По вентиляции И они Закрыли Вентиляцию Они играли Не в нарды А в шахматы Это Был такой Ну не то что Это мысленная Была такая Отсылка Когда это Придумывалось Молчание Ягнят На самом деле Там Такая была Сцена Когда Джонни Фостер Ее героиня Приходит По-моему В архив Какой-то И там сидят Чуваки И они Играют В шашки Тараканами Да С шумными И она на них Сверху смотрит А они там Сидят Играют Вау Ну это Такое просто Новее Какие вы Круты Вообще Слушай Сделайте Цитату На любимый Фильм Не то чтобы Мы очень Круты Это просто Не ну Все В холл-центре Много чем-то Я чувствую Как будто я Гарри Поттер Знаете В игре Открыла Какую-то Тайную Значит Ну это круто Открывать Такие Слушай Но у нас есть Наши любимые Фильмы Молчание Ягнят Забавные Игры Там Растекая волны Безусловно Это все Повлияло И это Вошло Под другим Соусом Это трудно Угадать Любимые сериалы То что нас Тот же самый Тот же самый Меня так удивляло Что там После шестой серии После шестой серии Где Кирилл Делает Параллельные операции Вообще Только один человек Во всем интернете Сказал Спасибо вам За такой прекрасный Омаж Сериал Больницы Никирбойда Единственное Я думал Что это так очевидно Нет Вообще Ни черта На самом деле Это и здорово Что это не выглядит Просто свистнутым А выглядит Это и не свистнутым Да Это вживлено Вживление Но есть вещи Действительно Которые вдохновляют Интрустация И в которые ты хочешь Еще знаешь Поиграть немножко В это Потому что тебе Это так нравится Что тебе тоже хочется Во что-то такое сыграть Вы спрашиваете Про саундтрек Да Где про саундтрек Спрашиваю Что про саундтрек А к фильму Ну вы имеете ввиду Груз Да Главная Заглавная песня Secret Place Наверное Ну вот Случайно В интернете Я читал какую-то статью И наткнулся на статью Про эту группу Там была ссылка На их диск В саундклауде И сразу я включил И там сразу заиграла Это Secret Place Это кноп Она мне сразу понравилась Я ее слушал Много дней Наташа дал послушать Она тоже ей понравилась Но это просто Стало интонацией Нашей истории Мы увидели Что о господи Это российская группа Это же группа из Твери Были удивлены Написала такую Классную Как бы мелодию Потому что Ну Проблема обычно На мой взгляд Российской музыки В том Что в ней нет драйва Вот ты слушаешь Западную музыку И в ней чаще всего Есть драйв Она тебя качает Не обязательно Что там она тебя качает Бух-бух-бух Она тебя просто качает В ней есть драйв В России Мало кто умеет Делать именно драйв У нас тексты Хорошо умеют писать Всякие музыки Тексты очень хорошо Да Музыка У нас там Душевность какую-то Умеют там делать Рэп-культурно Поэтому у нас Так хорошо развиты Потому что тексты Понимаете Драйв не умеет Страна текстов А тут прям драйвовая Драйвовый такой песняк Прям страшный Прям страшный Ну он классный Что он так Тихо и сапой Пролезает к тебе Там знаешь В кровеносную систему И ты такой уже едешь На-на-на-на На-на-на-на Мы слушали эту музыку И на измене Мы слушали эту музыку Все время Когда писали Писали сценарий Прямо под нее Фактически писался Сценарий И потом Когда Мы монтировали Уже все сняли Ремонтировали Эта группа Груз Они за это время За эти годы Пока все делалось Они там Немножко вообще Поменяли Свой взгляд На мир И они стали Очень Верующими Людьми И они Прочитав Им представили Синопсис Они сказали Что действие Происходит в секс-шопе Нет Мы не дадим Как бы свою песню Для такого Я просто чуть не умерла В эту секунду Юля Ты не представляешь Я просто Что Как И нам Продюсер ТВ-3 Музыкальный Денис Дубовик Говорит Мы с ними Вели переговоры Мы им предлагали Ну Мы естественно Деньги им за это Предлагали За использование А они Нет Нет Все Мы не будем Для такого продукта И тогда И тогда я написал Длиннющее письмо Где я объяснял О чем наш сериал Объяснял Рассказывал Например Что одна серия Вообще посвящена Приходу человека К Вере Это например Вторая серия Где Лиза Вот Что Но больше всего Мне кажется Их убедило То что я написал Что под вашу песню Мы придумали Весь сериал Их Настолько Удивило Они потом писали Что действительно Правда Вы писали Наша песня Вдохновила Фильм Вот И Это была правда Это была правда Мы не набрали И после этого Они согласились И даже потом Еще одну песню Свою дали Которая звучит В шестой серии Такая лирическая Тоже Когда Паша Табаков И Стаси Новославский В автобусе После операции На велосипеде Это тоже груз Ну вот Гораздо более Не страшно Наоборот Лирическая песня Ну а все остальные Весь остальной Саундтрек подбирался Ну что-то подбиралось Было сразу В сценарии прописано Здесь такая-то Детская советская песня Здесь такая-то Ну и был специальный Музыкальный редактор У нас Денис Дубовик Который предлагал Нам разные Варианты Музыку писали Четыре композитора Причем жившие В разных странах У нас даже был композитор Который заметен Хуже было бы Если ты сказал Жившие в разное время Жившие в разных Часовых Часовых Поясах Можно сказать Что жившие в разное время Господи У нас там был вопрос Представляешь Наташа и Леша Не хотите ли вы Делаете третий сезон Закаде Я видела Юля Слушайте Но может быть Кристин Шфаги Есть кому Из нас Делать третий сезон Закаде Есть кому Есть люди Которые на этом Собаку съели Которые работали Над предыдущими сезонами К сожалению Как мы знаем Режиссер У меня очень важные вопросы Да Я не могу Больше молчать Давай Скажите Истории главных героев Они основаны На реальных событиях У вас какой-то есть опыт Или опыт ваших близких Которые легли в эту основу Или вы все Из головы Нанизывали И фантазировали С нуля Или все-таки Многие вещи Конечно Можно получить Открыв интернет Например История Лизы Это такой прототип Варвары Крауловой Если помнишь Была эта история Про то Как девушку заманили Завербовали Завербовали террористы Да И была очень сложная С ней коллизия Потому что она Когда ее вернули В страну В нашу Ну то есть Ее по-хорошему Должны Судить За терроризм У нас Статья такая Есть Уголовного кодекса И очень сложная Была ситуация